Бонжур, дамы и господа, с вами Unfoxgiven. В преддверии тейковера сначала будут обзоры сразу двух выпусков NXT, а к динамитам мы вернёмся позже и обозначим победителей обеих недель. Выпуск от 27 мая открывает трёхсторонник полутяжеловесов за правом встретиться с Дельфантазмой в финале турнира. Просто взрывное начало от Атласа, который провёл Мунсолт со второго каната на Кушиду, спринборд-блокбастер Мэворику, а затем и нэкбрейкер Кушиде. Во время блестящего спота Кушида провёл Мэворику немецкий суплекс, перетекающий в мостик с удержанием Атласа. Мэворик чуть было снова не свернул Кушиду во время кросс-армбрейкера после свонта на Заринг и торнадо DDT от японца. Кушида разрывает удержание после слайс-брет от Мэворика и радужного DDT от Атласа. А в концовке динамичного, весьма насыщенного для своего временного отрезка матча, Кушида завиксировал кросс-армбрейкер на Атласе после переворота стёрнбакла. Но Мэворик прижал вторую лопатку Атласа к рингу и отправился в финал. Вновь спорная концовка, так как на повторе видно, что Джейк сдался раньше. Но интереса к пути Дрейка по турнирной сетке она только прибавляет. Джонни Гаргана собирается дать шанс кому-то из молодых парней сразиться с величайшим исполнителем поколения. Кэндис под барабанную дробь передаёт ему даже не конверт, а сложенный лист с именем Эдриана Эланиса, которого Джонни сквошит менее чем за минуту. На экране начинается пародия от Кита Ли и Мии Им на ужин из семейной пары. Дешёвые цветы они называют Гарганусами. Шутят о том, что игрушечные куклы Джонни имеют его собственный размер, держа у лица фонарь. Мия говорит, что приготовила то же, что и Кэндис – еду с доставкой. По-настоящему посмешила Тиган Нокс в роли курьера, которая забрала из коробки предпоследний кусок пиццы. Мэворик обещает, что Кушидо получит титульный матч первым, после того, как британец станет чемпионом. По мнению командных чемпионов в лице Империум, Дэнни Бёрдж и Они Лоркан позорят свои страны. Ракель Гонзалес провела свой пока лучший матч в WWE против Шотца Блэкхарт, вполне приемлемый для еженедельника. Во время того, как Дакота Кай начала в прямом смысле разбирать танк Шотца кусочком, поддержать панк-рокершу устремилась Тиган Нокс. Ракель удерживает соперницу до двух после скуп пауэрслэма и бэкбрейкера. Шотца провела ранен Сентон и дайвин Сентон спиной вперед с канатов за ринг на обеих Хильдж. Судья зачем-то отвлекся на Кэндис, вышедшую к скандали Тиган, чем воспользовалась Дакота, зацепившая Шотца за ногу. А Ракель добила соперницу с сайдслэмом с плеча. Партнершей Шарлотт Флэр оказалась Челси Грин, который проводит суицид-дайв Ио Ширай и в свою очередь принимает суицид-дайв от Ио. Рипли близка к победе после лоу-дропкика в голову и фейсбастера и электрический стул на Грин, но Флэр разрывает удержание. Во время спринборд-дропкика от Ширай Челси оттолкнула Шарлотт, приняв атаку на себя, а Ио промахнулась мимо чемпионки, влетев локтем в Рию и оказалась свернута до трех, пока судья не заметил ноги Флэр на канате. Опять же, вполне неплохо для женского дивизиона, но Хильдши почти не выделялись. Гаргана называет показанное ранее видео непрофессиональным. Лерей встретится с Иим на следующей неделе, а Нокс вообще должно быть стыдно за себя. Диалог Уильяма Ригала и Адама Коула по видеосвязи довольно забавный, только непонятно, почему в анонсе на предстоящий тейк-овер не принимает участие сам претендент. Коула раздосадовала сравнение себя с Велветиным Дримом, ведь это все равно, что сравнивать Ламбоджини с игрушечной машинкой. В итоге они приходят к соглашению. В случае проигрыша Дрим больше не получит тайтл-шота, пока Адам остается чемпионом, а Ригал подберет для них площадку, на которую оба будут в центре внимания. Дэнни Бёрч и Они Лоркан в видео с приятной визуальной составляющей вспоминают свое детство в Бостоне и Лондоне, объединение в команду, и, встретившись в баре, выпивают воды за победу над Империумом. Томасо Чиампо засквошил Лио Рафа за минуту с небольшим, а стоявший у ринга Скарлетт вернулось на рампу, где с экрана Кросс пообещал Чиампе, что 7 июня он почувствует то, что еще не чувствовал. Клетка в главном событии выглядит не так, как обычно. Внутри нее нет канатов, а на самом верху по периметру находятся мостики. После кика с разбегом о стену конструкции от Риддла, Тэтчер натурально выплюнул пару зубов. Дальнейшее действие можно описать как рестлинг с очень грамотными вкраплениями ММА. На мостике сверху Риддл промахнулся с Энтоном и принял суплекс. А после того, как Тэтчер упал вниз, произошел еще один крышесносящий момент в виде флоу-ин-брос мостика. Однако Тэтчеру дважды удалось зафиксировать Слипер и выиграть по решению Курта Энгла, судившего матч. Это были жестокие и реалистичные 11 минут на 3 звезды и 3 четверти. А сам выпуск NXT удостаивается 7 баллов из 10. Выпуск от 3 июня открывает очень короткий женский бой, закончившийся двойным отсчетом, после того, как Мия Йим ударила о заграждение Кэндис Лерей, которая повалила соперницу на маты. Броулинг на рампе сначала перерос в 3 на 3 после появления Тиган Нокс, Дакоты Кай, Ракель Гонзалес и Шоцца Блэкхарт. А затем к женской половине присоединились Джонни Горгана и Кит Ли. И Уильям Ригл назначает межгендерные 2 на 2. И это вновь чистый сюжетный матч менее чем на 4 минуты, в котором Йим провела удержание до 2 после Соу Фуд, а Горгана ткнула в глаз Ли ключами от авто, и отвлекшуюся Мию Кэндис свернула до 3. Напоследок Горгана пнул ступеньки в кисти Ли, зажатую между ними и Апроном. Дрейк Мэворик краснорещиво рассказывает о том, что не знает, будет сегодняшний день лучшим в его жизни или худшим. Адам Коул отправился на лимузине в ресторан отпраздновать год своего чемпионства вместе с остальными членами неоспоримой эры, включая вернувшегося Кайло О'Райле. А Велвитин Дрим, покатавшись на роликах, прямо как в сказке Пушкина, спросил у зеркала, кто будет величайшим чемпионом, и зеркало ответило, что он. Визуальная составляющая на уровне. Декстер Лумис дорисовал картину того, что случится в воскресенье. На ней он увозит на машине, связанных неоспоримых. Тони Нис и Айзея Скотт показали короткий, незапоминающийся матч, в конце которого на рампу вышел Галлакер. Скотт отвлекся. Нис готовил Сансет Драйвер, но Айзея перевел его в Сансет Флип с удержанием до трех. Третьей неназванной командой в матче за претендентство на титул Империума оказались Бризанга, вышедшие в костюмах астронавтов. Резвый поединок, но без учета ухода на рекламу, короткий. Фанданго, получив горячий тег, раскидал участников Эры двумя снэпскуб пауэрслэмами, после чего провел Торнадо Дидити и Фелкан Эроу Стронгу. Белли Тубэк с Уплексом он выбросил Лоркона с ринга на троих участников, а потом Бёрч выбросил его бэкдропом уже на четверых. Участники Эры отвлекаются на лумису в зрительном зале, и Фиш удержан после бьюти-шот от Бриза и дайвин лэкдропа от Фанданга. На рампу выходят Айкнер и Бартель, а за ними Ринку и Саурав в сопровождении Бивенса. Вот так быстро закончилась титульная гонка Бёрча и Лоркана, не успев начаться. Нам показывают эксклюзив от WWE.com прошлой недели. Челси Грин так обрадовалась своей победе, что решила уволить Роберта Стоуна. Он вышел к рингу, где проводила матч его возможные новые подопечные. Но Алия умудрилась проиграть за две минуты даже с Антони Гарретт после Head Seasers Тернбакла и Handspring Moonsault. В длительном видео о воскресном женском трехстороннике наиболее интересна речь Йоши Рай о том, что одиночество делает ее сильнее. Приглашенные эксперты всех больше хвалят именно ее. Бронсон Рид немного подоминировал над Кэмероном Граймзом, но промахнулся сплэшем с третьего каната и был удержан после обвала уже на третьей минуте. На ринге появляется Кэррион Кросс, проводит Риду Думсдей Сайту и продолжает пугать Чиампу. Финальный матч турнира за чемпионство полутяжеловесов хорош, но концовка вызывает вопросы. Фантазма с громким хлопком провел Мэврику сит-аут-бомбу на маты и продолжил работать над его спиной. Во время Бостон Краба Дрэк дотянулся до канатов, а после еще одной сит-аут-бомбы у него как будто открылось второе дыхание. После Бульдога и Дайвен Элбудропа удержание до двух. После того, как Коба свалились с Тернбакла, к рингу подбежали два давно знакомых нам похитителя в масках. И Мэврик, недолго думая, прыгнул на них суицид-дайвом и принялся яростно добивать. Зачем он это сделал, непонятно. А вернувшись на ринг, оказался удержан после суперкика и фантом-драйвера. Фантазма стал новым чемпионом среди полутяжеловесов, а мотивы дуэта в масках так и оказались не раскрыты. Зал уже попрощался с Мэвриком, но на рампу вышел игрок, вручив ему новый контракт NXT. Дрейк стал украшением турнира, и такая развязка логична и очень эмоциональна. Что же касается билдапа к тейковеру, мы не увидели ничего нового, кроме загадочного рисунка от Лумиса и того, как Гаргана перехитрил Ли. Выпуск на 6 из 10. Подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях, и помните, когда вам станет грустно, на помощь придет рестлинг. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok